Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня я продолжаю играть в Evil Labs. Первая серия, которая вышла вчера, в принципе, вам очень даже зашла, поэтому я решил прямо сегодня же выпустить вторую серию. Надеюсь, что вы также её поддержите луксиками, поддержите просмотрами, обязательно напишите комментарии, кстати, на этой игры, потому что игрушка, по-моему, реально годная. Те, кто любит подобного рода стратегии, тот должен реально заценить, друзья. Друзья, сегодня мы начнём, я думаю, свободную игру, то есть будем развиваться постепенно. Я думаю, что будет, наверное, изначально сложно, но мы будем стараться с вами, так сказать, продвигаться дальше и дальше. Давайте сразу, так сказать, без лишних слов, ну, хотя нет, лишние слова, точнее, не лишние, друзья, обязательно подпишитесь, да, если вдруг не подписаны. И луксик влепите, кто не влепил луксик, тот писька. В общем, давайте. Свободная игра, игровой режим без конкретной задачи, окончание игры. Рекомендуется играть в него, предварительно завершив обучение. Ну, в принципе, то, что я сделал в прошлой серии, я завершил обучение, поэтому нам вот рекомендуют в этот режим. Там есть режим с миссиями, но миссии я не очень хочу. Мне хочется, знаете, самому всё делать. Вот. Так, с чего нам надо начать? Я уже забыл, что нам надо начать. Во-первых, нам нужно, сколько у нас в день? У нас 5000 долларов. Нам нужно в любом случае... Я думаю, комната отдыха, блин, она 500 стоит. Ну, комната отдыха в любом случае нужна, чтобы отдыхали наши пацаны. Наш пацан, чтобы отдыхал. Я думаю, столовку пока оставить не будем, там уже по мере поступления. Так. Персонал, сырьё, настройка цен. Так, нам нужно ещё построить производство. Допустим, те же мази. Давайте, как у нас было, как нас обучали. Вот по мазям пойдём. Изначально пойдём по мазям. Потом нам нужно... Синдикатор болезней. Так, ну это нам тоже, да, нужно будет. Ещё нам нужно базовую лабораторию. Вот. И синдикатор болезней сейчас поставим. Синтезатор. Синтезатор. Синдикатор. Что я несу? Во. В принципе, по идее, всё правильно. Так, теперь нам нужно нанять пацанов. Самых обычных. Потому что есть, конечно, покруче. Младший учёный. Стоимость найма 500. Но учёный нам, кстати, нужен. А, нужно отдел кадров построить. Поэтому пока что самых... Двух самых бичёвых пацанов поставим. Одного... Куда? На прилавок. Хотя за прилавок нам пока не надо. У нас, потому что нет никаких лекарств. Так что одного будет обучаться. Другой пойдёт делать у нас мазь. А для мази нам надо купить сырьё. Для мази нам надо купить сырьё. Это наполнители. Давайте так же. Прямо так же, как мы делали в этом. В обучении покупаем. Так, всё. По идее, у нас всё налажено для такого первичного производства. Кстати, мы чётко уложились в очки энергии. То есть нам надо будет новый потом генератор покупать. Потому что этот у нас уже слабенький. Там мужики приходят, что-то покупают. У нас нечего покупать, друзья. Поэтому как бы... Можете там постоять, конечно, на морозе. Но это... Это уже как хотите. Так, у нас пацан... Да, всё. У нас пацан делает мази. Можно будет пойти их попродавать. У нас, в принципе, есть ещё 1400 долларов. А чтобы расшириться, сколько нужно потратить? 50, кстати. А, это недорого. Я думаю, там дорого надо будет потратить. Так, этот пацан у нас изучает. Он же изучает. Так, подождите. Очки. А, вот. А, у нас, кстати, у нас исследование уже есть. Давай тогда сделаем первую болезнь, наверное, какую-нибудь. Создать новое заболевание. А, нужно исследовать. Разблокируйте функцию путём исследования. А, подождите. А это где-то здесь у нас есть. Ой, исследование. У нас, в принципе, есть 25... 27 даже очков исследования. Поэтому болезнь. Управление болезнью. А, 50 надо. Понял. Так, здесь, смотрите. Здесь много чего можно открыть. То есть улучшение фабрики. Улучшение там управления. Расширение магазина. Блин, прикольно. Ладно, пока что копим. У нас очки исследования. Нам надо 50 штук накопить. Сейчас пацан мазина делает. 5 штук мази, да? А, всё, да? Да, всё. Он сделал 5 штук мази. Пусть пойдёт их продаст по-быренькому. Хотя, подождите. Мне кажется, знаете что? Лучше наймём ещё одного пацана, который реально... Этот пацан пусть идёт делает. Ещё одного пацана наймём, который чисто будет всё время на прилавке стоять. Чтобы всё время продавать то, что у нас делается. Пока у нас нет болезни, правда. Но мы будем просто продавать лекарства. Пока что мы нормальный ещё. Нормальная аптека, так скажем. Ну, давайте тогда ещё купим. Не знаю. Давайте, я не знаю. Сколько? 20. 20. Купить всё. Так. Пацан. Всё. Всё работает. Всё, пацан делает мази. Другой пацан сейчас будет их продавать. Во. Сколько мы за одну мазь, кстати, получим? 975. 1075, кстати. А, подождите. Где-то же можно цены менять. А, во, настройка цен. Мы мази по 50 продаём. Давайте по 60. 60. Можно продавать мази. 1075. 1125. Нормально, ребят. Зарабатываем бабло. Потихоньку рубим бабосики. Правда, у нас не так уж много уже мази осталось. Ну, смотрите. Всем нужны мази. Я не знаю, что они там ими мажут. Ануш, не ануш. Это как бы. Я у них не спрашивал. Так, кстати. У нас уже 66 очков исследования. Поэтому мы... Исследование. Болезнь. Управление болезнью. Вот это уже интересно. Так, дальше. Смотрите, что можно. Передача по воздуху. Насекомые распространители. Это мне уже напоминает благу инк. Кто играл, тот поймёт. Но здесь, смотрите. Здесь всё более такое глобальные симптомы. Здесь всё по 100. Ого, эффективность болезни. 2000 очков исследования. 1000, 1000, 1500. Блин, это дорого. Ну ладно, давайте пока первую болезнь намутим. А где, кстати, будет показано, сколько у нас заражённых? Карта мира вот есть у нас. Это где мы живём вроде бы. А мы, кстати, везде можем построить. Заразить. Круто. Здесь вы можете выбрать регион, чтобы распространять болезнь. С помощью кнопки открыть магазин. Так, с помощью кнопки... Понятно. Так, что я хотел? Давайте пока включим. Я хотел создать болезнь, естественно. Грибок. Выберите пантаген. Ну да, грибок. Распространим. Но мы больше ничего не можем. Название. Но опять же, давайте... Это будет улитий грибок. Опять же, там потому что у нас было всё-таки обучение. Создать болезнь. Создаём болезнь бы. Так. Развитие болезни. А теперь как-то я могу... Вот, улитий грибок. Могу как-то я посмотреть? Грибки обычно произрастают во влажно-тёмных местах. Мне просто интересно. А, теперь же надо вот сюда прийти. Точно. Пацан, давай. Иди-ка вот сюда теперь. Или она у нас так уже стопроцентная? Она у нас вроде и так, да? Уже стопроцентная, типа. Выносливая. Кстати, многие чуваки хотят спать уже. Причём все. Фактически. Так, пусть вот этот тогда пойдёт пока поспит. Иди, отдохни, родной. Во, нормально. Потому что скоро другим надо будет пойти. Поспать. Так, давайте пока на паузу нажмём. Так, вопрос. У нас как бы есть болезнь. Сырьё, задание. На свободной игре здесь нет заданий. Понял. Развитие болезни. Просто интересно. В какой она стадии? Что с ней вообще? Болезнь у нас хорошая, не хорошая? Ну, давайте, ладно. Попробуем карта мира. Попробуем заразить. А вот здесь будет показано, сколько... 121 населения. Ого, тут есть население. Ещё 120, 112 тысяч человек. Нормально. Ну, пока что надо, наверное, заражать чисто наш. То есть здесь ваша штаб-квартира. Угу. Так, давайте, наверное, заразить. А во, улети грибок. Заразить. Так. Мне просто интересно. Что за музыка, дурацкая? Что это за звук был сейчас? А, вспышка болезни. Выход-то из новой болезни призывает. Улети грибок. Но это мы уже всё видели. О, заражённых. Два заражённых. Два вылечены. Так, подождите, в смысле? Так, а где показано, сколько? А вот заражено, ноль. А они будут ещё заражаться? Или всего лишь два человека было заражено, и два из них сразу вылечились? А если мы ещё раз заразим? А, понял. То есть мы один раз заразили. Ну, понятно, у нас ещё супер хреновая, потому что болезнь. Так, пацан, сколько там можно спать? Всё, иди работай. Иди работай. Так, а ты пойдёшь отдыхать. Отлично. Можно ещё одну, в принципе, кроватку поставить. А у нас, кстати, мази закончились, да? Да, у нас закончились мази. Это хреново. Ну, ладно. Пока он не будет, не сможет ничего продать. Скоро ему тоже отдыхать надо будет пойти, да? Видит, пацан. Надо бы, наверное, ещё одну кроватку, друзья, поставить. Давайте мы здесь вот увеличим на 50 долларов. Да, не страшно. Ещё одну кроватку ещё поставим. Хотя лучше вот здесь кроватку будет поставить. Тоже 50 долларов. Самое главное, что это недорого, поэтому нормально. Так, персонал. Комната отдыха. А, энергию. Нам надо энергию, блин. Малый генератор. 750 стоит, блин, дороговато. Ну, что поделать? Ставим генератор тогда сразу. И сразу же ставим персонал. Комнату отдыха. О, прямо она тут прямо люто, красиво встаёт. Ну, практически, практически. Всё. Сразу же пойдёт, наверное, наш верхний отдыхать. Да, сразу он бежит отдыхать. Бежит спать. Потому что сон, как вы понимаете, это очень важно. Нам бы, надо будет, конечно, намутить этого самого, какого, учёного. Чтобы у нас был учёный, который бы офигенно всё учил, изучал. Вот. Так, вопрос. Если я хочу, допустим, исследование, болезнь, базовая лаборатория, улучшение разработки, очки болезни, продвинутая лаборатория. Но здесь для всего надо... О, некротическая лаборатория. Блин, здесь, конечно, прям жёстко. Ну вот, базовая лаборатория. Надо будет 100 очков, чтобы передачу по воздуху намутить. Персонал, отдел... А, вот, отдел кадров надо будет. Тоже 100 очков исследования. Лабораторий, производство. Вот так вот, друзья. Не так, что здесь всё и просто. Ладно, идём дальше. Пацаны, сколько можно дрыхнуть? Сейчас пойдёт работать, да, пойдёт сразу? Всё, пошёл сразу работать. Красавчик. Нам нужны мази, потому что нужно мазать, понимаете. Так, братан, хватит спать. Можно, кстати, повысить. Что значит повысить? Колдовая. А, да, смотрите, нужно набрать... Нужно, чтобы они, видите, набираются опыта. И можно тогда будет повысить пацана. Так. Пока что давайте тогда накопим. Вот, скоро 100 очков накопим. Улучшим болезнь. Потом снова её, так сказать, зашлём в наш регион. Всё, 100 есть. Поэтому давайте исследования. Болезнь. Передача по воздуху. Улучшили. Теперь пусть вот этот же пацан пойдёт её... Сюда. Чтобы болезнь была готова. И заразим снова пацанов в нашем регионе. Куда ты пошёл? Опять спать? Ты чё, блин, охренел? Сколько можно спать? Он же недавно спал. Так, ладно, сколько у нас? Пока три мази готова. Ладно, пусть этот пойдёт. И сделает тогда. Нам потому что нужно. Нужно, чтобы болезнь была готова к распространению. Улитий грибок всех, так сказать, победит. 20 процентов. Да, долго, долго. Ну, потому что нам нужен какой-нибудь учёный, который бы всем этим делом занимался. Потому что у нас обычные непонятные пацаны. Вообще какие-то со стройки. Я их взял. Они нихрена не умеют. Так, надо, кстати, ещё сырья тогда закупить. Дополнители 10. 10. Купить. Так, что мы, подождите, настройка цен. Развитие болезни. Но здесь, да, здесь. А, распространение уже можно выбрать. Воздух. О, это круто. Выберите симптомы. Потом симптомы всякие. Но у нас пока что... О, давайте... Улети. Ну ладно, оставим пока что. Улети грибок, пусть будет. Да в смысле, куда ты... Подождите, что он встал? А, он выспался. Ну а какого хрена ты встал? Иди работай, блин. Встал тоже мне. Молодец какой. Всё, иди исследуй. Так, друзья, у нас болезнь готова. Поэтому мы берём карту мира. По идее, ну как я понимаю, надо сюда, где мы находимся, сюда же и отправлять болезнь. Либо нет. Ну по идее, да, я думаю, что это так работает. И в этом регионе находится самый большой. Потому что... Потому что если я куда-то отправлю в другое место, то я же не смогу их там лечить. Либо они будут приезжать к нам. Вопрос, кстати, хороший. Ладно, давайте заражаем. Что такое угроза? Нет, контрольная комната. Доставить товары, построить улыбку, что надо дать заразить. Улитий грибок. Угрозите. Что это у меня такое появилось посреди карты? Посреди камеры. А, всё, ушло. Кстати, звук, конечно. Улитий грибок вызывает панику в населении. Всё понятно? Нет? Потому что Evil Labs заявило, что мы смогли всё построить. Да-да-да. Блин, всё равно 2-2. То есть наша болезнь нифига лучше не стала. То есть нам нужно реально... Нам нужны другие друзья, нормальные учёные, которые бы мог болезнь эту улучшить. Потому что симптомы... Вот нам симптомы нужны. А, вот симптомы нам нужны. Так, здесь 2000. Сейчас надо 100 очков накопить и в симптомы вложиться. Пусть пацан копит. Блин, они... Сколько можно спать, серьёзно? Иди давай работай. Блин, спят как падлы просто. Работай надо, они спят. Ладно, ребят. Сейчас мы наберём 100 очков быстренько. Пока можно посмотреть, что у нас есть ещё. Сырьё, исследование, строительство, развитие болезней, карты мира. Что мы можем ещё, кстати, построить? Пока что только базовую лабораторию. Здесь, кстати, комната отдыха, столовая. О, они жрать, кстати, не хотят? Что-то я как-то... Не, пока, кстати, жрать не хотят. Пока жрать вроде никто не хочет. Что самое удивительное. Они уже несколько раз поспали, а жрать не хотят. Вот это интересно. Так, общая комната, чтобы им весело было. Производство. Ещё таблетки, сиропы. А, ну как раз-таки, да, видите, мази нужны, чтобы против грибков. Как раз-таки у нас грибок, поэтому мы делаем мази. Это хорошо, что я решил делать грибок. Так, ну, профессиональные... Так, ждём тогда дальше. Сейчас у нас соточка накопится. Улучшим немножко ещё нашу болезнь, потому что, ну, блин, у литий грибок, это должна быть самая лучшая болезнь, ребята. Так, иди-ка сюда. Нужно, потому что нельзя останавливать, блин, изучение. Сейчас он пойдёт обратно. Кстати, у нас есть химикаты. 20 химикатов. А нахрен нам химикаты? Так, всё, иди обратно. Откуда у нас химикаты? Зачем они нам нужны? Вопрос. Сырьё. Химия. Для таблеток и для препаратов для инъекции. Для инъекции. Откуда они у нас взялись вообще? Ладно. Так, берём развитие болезни. А, нет. Берём исследование. Симптомы. Уровень 1. Вот. Сейчас должно быть поинтереснее. Так, подождите. О, я могу выбирать симптомы. Сердечно-сосудистые. А, вот. Это уже поинтересней. То есть по воздуху распространяться. Здесь мы можем выбрать, на что у нас влияет. У нас здесь 2 очка болезни. Покраснение давайте. Хотя нет. Хотя да, покраснение пусть будет. И внезапные приступы к кашля. Вот это круто. Вот это круто, друзья. Это уже поинтересней. Так, что случилось? Оригинальный ежедневный доклад. А, то есть сегодня мы в минус. На 90. Ну не страшно. Страшно. Всё, пошёл спать. Все пошли спать. Блин, ребят, пока что мне нравится. Пока что мне нравится. Блин, круто. Так, братан. Спят долго, правда, падлы. Сколько можно спать? Сколько можно спать? Потому что нам надо сейчас будет синтезировать болезнь. Всё, хорошо спать. Иди давай. Иди давай синтезируй, блин. На синтезаторе на своём. Играет музыку. Хреново он, кстати, это делает. Что-то, смотрите. 10 процентов. 20 процентов. Давайте попробуем реально в другой город отослать. Просто я не знаю. Может быть это так работает. Я не помню. Там вроде писали, куда надо отсылать. Но что-то я забыл. Что-то я, дорогие друзья, забыл. Забыл. И я забыл всё в этом мире. А, ну видите, да. Мы можем пока только грибок делать. Поэтому, ладно. Пока что новую болезнь можно и не делать. Выберите. Давайте намазить цены повысим. Немножечко. Журналы, кстати, можно продавать какие-то. Конфеты, напитки. А что мы продаём? А где брать, интересно, конфеты, чтобы их продавать? Я бы попродавал конфетки. Так. 100 процентов. Всё, братан, иди изучай. Сейчас попробуем реально отправить. Вот допустим. Очень низкая. Военная мощь. Попробуем куда-нибудь отправить. Допустим, в Тартугу. Где пустыня? Давайте в Тартугу заразить. Улитий грибок. Заразить. Так. Посмотрим. Опять новости. Срочные новости. Улитий грибок. Так. Сколько? О! Заражено. 44. Вылечено. 18. Болеют. 25. Вот это. Вот это реально круто. Ха-ха. Вот это, блин, реально круто. Сейчас будем продавать тупо мази. По высокой цене. Они же к нам приедут. Подождите, а мы можем вот тут посмотреть? Вот. 25 заражено. Один умер. Ну, они к нам поедут или нет? Ливаня-то как будут там заражены, так и будут. Походу, да. Походу, как бы я их заразил, это круто. Но они к нам не едут. Походу, да, да? Да, они просто приходят и уходят. Ё-моё. Вот, а может, дорого я продаю? Давай всё-таки цену, ладно. 60 поставим. Да, смотрите, они приходят и уходят. Ну, ёлки-маталки. У нас, кстати, закончились опять эти, сырьё. Надо опять закупить. У нас денег уже практически нету. 10-10. Покупка. У нас пацан опять спит один. Да, видите, надо всё-таки в нашей сначала у нас заражать. Мы, конечно, там заразили, круто, 25 человек. Но они как бы к нам не приходят. А было бы круто, если бы они приезжали в наш город, типа такие, о, типа, о, мне нужно ваше лекарство. Но, к сожалению, увы и я. Так, ну ладно, будем знать. Опа, покупает. Нормально. Нормально. Да, 25, видите, как было, так и осталось. Почему, посмотрите, даже один умер. Один даже умер. Я не хотел никого убивать. Я его убивать не хотел, друзья. А они сами умерли. Ладно, ребят, я думаю, на этом первую серию такую вот именно конкретно нашего прохождения будем заканчивать. Вот женщина у нас покупает. Ещё мазь. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. И тогда новая серия по Evil Labs не заставит себя долго ждать.